В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновской гимназии прошел форум по профориентации «Поступи правильно». Сориентировать ребят в разнообразии профессий, ну и, конечно же, помочь найти свой вуз. Новые площадки для сбора книг на русском языке для жителей Донецкой и Луганской народных республик появились в многоквартирных домах муниципалитета. Акция пока у нас будет бессрочная, потому что потребность действительно велика там. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошел второй этап зимнего сезона гонок на выживание. В этом году у нас будет порядка десяти соревнований. Такого не было никогда. По статистике, более 50% выпускников школ не до конца определились с выбором будущей профессиональной деятельности. Помочь им в этом призван форум по профориентации «Поступи правильно», который прошел в Видновской гимназии. Мероприятие посетил Дмитрий Книга. В Видновской гимназии прошел первый образовательный форум по профориентации «Поступи правильно». Организаторами мероприятия стали управление образования Ленинского городского округа и филиал торгово-промышленной палаты. Эта акция проводится впервые, но традиционными для городского округа являются мероприятия по профориентации, которые мы проводим совместно с торгово-промышленной палатой «Поступи», где также цель которых сориентировать ребят в разнообразии профессий, ну и, конечно же, помочь найти свой вуз. Мы собираем вузы, для этого мы собираем предпринимателей, для того, чтобы они рассказали, чем они занимаются, чтобы дети определялись, кем они хотят стать по жизни, то, на что они будут зарабатывать на жизнь и то, чего они будут получать удовольствие. Форум посетили более 500 старшеклассников и педагогов школ муниципалитета. Выпускники сейчас находятся перед выбором своей будущей профессии. Спикеры, приглашенные на встречу, помогали им разобраться в этом вопросе. Эти форумы помогают детям, они действительно определяются и поступают в те вузы, которые приезжают к нам и показывают себя. Сегодня мероприятие нацелено именно на то, чтобы они ознакомились с профессиями, потому что чаще всего они знают, чем менеджер отличается от маркетолога, поэтому здесь мероприятие нацелено именно на это. Мероприятие продолжалось несколько часов. Оживленные дискуссии, мастер-классы, общение с представителями вузов – все это позволило ребятам более широко взглянуть на перспективы своего будущего, а кому-то окончательно выбрать направление деятельности. Я хочу поступить на программиста, банально, конечно, но все-таки у меня есть два основных университета, но здесь я могу себе подчеркнуть новых. Сегодня я хотела посмотреть и посоветоваться с людьми, которые будут рассказывать о вузах из всяких, в целом узнать о них побольше информации и как вообще проходит учеба в вузах. По словам организаторов форума, лучшим итогом их работы станет будущее трудоустройства молодых специалистов на территории Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С апреля 2022 года Ленинское отделение партии «Единая Россия» проводит акцию по сбору книг на русском языке для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В начале нынешнего года организуются новые площадки в многоквартирных домах, куда неравнодушные граждане могут принести свои книги. Как это работает, узнал Максим Козлов. В апреле 2022 года партия «Единая Россия» запустила проект «Жители МКД», который призван решать проблемы собственников многоквартирных домов, помогать им выстраивать взаимоотношения с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. В рамках именно этого проекта стартовала акция «Книги Донбассу». На базе управляющей компании «Купеленко» мы сделали пункт обобщающего сбора как раз всей литературы. На сегодняшний день на территории новых присоединенных республик с этой литературой есть большая проблема. Будет организована возможность сбора таких книг для дальнейшей передачи сюда, в центр сбора данной помощи, и уже потом направление в республике Донбасса для наших детей. Многие управляющие компании откликнулись на призыв партии «Единая Россия» оказать помощь в реализации акции по сбору книг. Одна из них – УК Купеленко. В ее управлении находятся 40 домов, в которых проживает порядка 25 тысяч жителей. Теперь каждый из них может передать библиотеке Донецкой и Луганской республик свою книжку. «Мы с удовольствием присоединились к этому проекту. Мы совместно с жителями наших домов, у нас достаточно количество больших домов, вот мы собрали среди жителей, жители нам приносили книги, детские книги. Этот стенд, который мы оформили, это вот он в шаговой доступности, находятся вот наши дома, вот здесь поблизости жители, вот приносят вот такие книги». Нынешняя акция стала продолжением партийного проекта, который «Единая Россия» запустила в апреле прошлого года. Из разных уголков Ленинского городского округа книги везли в общественную приемную партии. Акцию поддержали сотрудники библиотек, участники детских подростковых клубов, рядовые жители. «За этот период времени мы собрали уже порядка 10 тысяч книг, которые на сегодняшний день направлены на территорию. И я думаю, что эта акция пока у нас будет бессрочной, потому что потребность действительно велика там». Акция только стартовала, и пока на этих стеллажах совсем немного книг. Но организаторы уверены, в этих многоквартирных домах живет много неравнодушных людей. А значит, совсем скоро эта передвижная библиотека пополнится большим количеством новых экземпляров. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Второй этап зимнего сезона «Гонок на выживание» прошел на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки. И снова пилоты выступали в экстремальных погодных условиях. За скоростными маневрами по ледовой трассе наблюдал наш корреспондент Галина Житкова. На старт второго этапа зимнего сезона «Гонок на выживание» вышли 12 пилотов. Азартные поклонники скорости и адреналина готовы к любым испытаниям на трассе. Неблагоприятные погодные условия – дополнительный бонус для проверки надежности верного друга болида. В этом году у нас будет порядка 10 соревнований. Такого не было никогда. И сегодня второй этап, который мы проводим в не очень благоприятных, надо сказать, условиях. Сегодня будет интересная гонка, потому что сегодня гонка будет на льду. Погода в этом году пока не благосклонна к участникам гонок на выживание. Но любителей погонять это не останавливает. Талантливые молодежь, опытные профи с удовольствием демонстрируют зрителям свое мастерство. Нам из Новомосковска приезжает участник, с Ногинска, с Москвы, с разных районов Москвы. У нас довольно большая география, можно сказать, чемпионат Московской области. Москвич Анатолий Кириллов рассказывает, что занимается автоспортом всю жизнь. Начинал почти 30 лет назад, ездил на выживалке в Крылацком и был чемпионом России. В Горках это уже его пятая гонка. Каждый, кто будет ехать, он будет искать какие-то моменты для того, чтобы найти лучший зацеп с трассой. Я думаю, этим будут заниматься все. Ну, когда проедут пару заездов, уже траектории, как говорится, определятся. И там уже будет, может быть, там до земли докопаются, будет за что цепляться. Тимофей Левин из Домодедово 15 лет. Приехал вместе с другом Максимом. Говорит, что давно заинтересовался этим видом спорта. Нравится наблюдать за борьбой между соперниками. Мечтает стать пилотом гоночного болида. Хочу участвовать, начать в этом все. Можно ездить с любого возраста, но нужна справка родителей, то, что тебе разрешают это делать. Понятно. Лучшим на экстремальной трассе стал Даниил Соколов. Вторым приехал Анатолий Кириллов, а замыкает тройку лидеров Андрей Березкин. Следующий этап гонок пройдет 5 февраля. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 21 января во всем мире отметили один из самых необычных праздников в году. Международный день объятий проявлять теплые чувства разрешается не только в отношении близких, но и незнакомых людей. Научно доказано, что объятия поднимают настроение и снижают стресс. Присоединились к празднику и в филиале досугового центра «Юность», что в деревне Калиновка. Для детей была организована развлекательная программа. Ребята поучаствовали в веселом конкурсе «Передай обнимашку», во время которого необходимо было по очереди заключать друг друга в объятия. С днем объятий! Для участия в эстафете, где нужно было выполнить задание вместе с другом, мальчишки и девчонки разделились на команды. Завершилось мероприятие музыкальной игрой. Было круто! И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!